Этим солнечным днём в парке Величко собрались сотни людей. И неспроста. Каждый желает внести свой посильный вклад в одно общее доброе дело – помочь восьмилетнему Серёже Селивёрстову. Из-за серьёзных проблем со здоровьем он не смог присутствовать. На благотворительной акции Серёже необходим современный сверхмощный цифровой слуховой аппарат. Это местный житель, исходный молодой человек, которому необходимо развиваться, но для того, чтобы он получал знания и получал развитие, ему необходим очень сложный технологический слуховой аппарат. Это ежегодная благотворительная акция на ярмарке десятки участников. Так, Наталья уже шестой год подряд не остаётся в стороне о Дня Доброты. Каждый год мы выбираем ребёнка, который нуждается в нашей помощи. И продавая вот эти вот лотерейные билеты, мы собираем денежные средства. Ещё не начался праздник, только мы ещё начали устанавливать вот здесь вот такие вот локации. Уже подходили жители нашего микрорайона, зная, что мы продаём эти лотерейные билеты, уже начали их покупать. Жители Сходни каждый год активно участвуют в акции, когда речь идёт о здоровье детей. Оставаться равнодушным просто невозможно, признаются химчане. Помогать надо стараться. Мы только наоборот за, как бы поддерживаем такую акцию. Это хорошее дело. А сделать доброе дело просто – это и доказывает благотворительная акция. Все вырученные средства пойдут на благо юного Серёжи Селивёрстова. Конечно, хотелось бы ему помочь. Это очень доброе дело, которое делает людей, наверное, добрее, позитивнее. И приятно осознавать то, что это проходит у нас именно на Сходне. Также в рамках благотворительной акции «День доброты» для жителей и гостей микрорайона Сходня подготовили выступления творческих коллективов и различные мастер-классы, аквагрим и весёлые старты для самых маленьких. Анастасия Кравцовская, Вильфрид Димковский. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ.